Всем добрый день! Сегодня мы рассмотрим такую проблему, как акне, купероз и пигментация. Сегодняшнее видео продолжит тему подбора ухода за кожей, но мы будем рассматривать подбор уже интенсивных или каких-то селективных средств, которые решают какую-то определенную проблему. А в прошлом видео мы подбирали базовые, то есть самые необходимые средства, ориентируясь на тип кожи. Мы, конечно, много видео у нас есть и всяких материалов на тему совмещения ухода с лечением при каких-то патологиях, кожных заболеваниях. А сегодня мы вкратце просто соберем, наверное, те средства наиболее как бы таргетные, которые могут использоваться из наших линейок компании Гильтек для ухода именно за кожей, которые имеют такие проблемы. Естественно, средства более активные, которые содержат большие концентрации активных компонентов, которые имеют какое-то направленное действие, мы будем искать в сериях интенсив и селектив. То есть в интенсивном уходе у нас будут такие препараты находиться, селективная линия тоже будет решать какие-то прицельно определенные проблемы или комплекс проблем. И начнем мы с ухода за кожей проблемной, то есть с акне или какими-то акноформными терматозами. Будем считать, что базовый уход у нас уже есть, то есть у нас есть мягкое очищающее средство, есть тоник, который содержит себе регулирующие компоненты, есть какое-то средство, которое будет защищать кожу от агрессии внешней среды и от ультрафиолета, в зависимости от ультрафиолетового индекса. А мы рассмотрим сейчас те средства, которые будут содержать именно противооспалительные компоненты, будут бороться с основными причинами, например, акне, то есть с фолликулярным гиперкератозом и гиперкалонизацией кожи, например, условно-патогенной микрофлоры. В первую очередь мы обращаем внимание на такие средства, которые содержат, например, азолаиновую кислоту. У нас в линейке тоже есть такое средство, это сыворотка стопактная с 10% азологлицином. Ее можно использовать для ухода за кожей с какими-то воспалительными проблемами, наносить как локально на участки с воспалениями, то есть не как подсушку непосредственно на воспалительный элемент, а на участке кожи, где есть эти воспалительные элементы. То есть, условно говоря, если на подбородке два прыща, мажем весь подбородок. Помимо азологлицина здесь, конечно, содержатся еще и другие компоненты, помогающие коже быстрее восстанавливаться, например, быстрее заживают, разрешаются вот эти воспалительные элементы, например, депантенол в составе, комплексы, обрегулирующиеся с цинком медью и магний и так далее. И стопакне также предотвращает за счет азолаиновой кислоты во многом образование после воспалительной пигментации, то есть элементов постакне. Если, конечно же, врач-дерматолог назначил средство другое какое-то с азолаиновой кислотой, мы их не будем комбинировать, уж тогда используем либо то, либо другое. А если, допустим, в лечении есть какие-то средства, например, содержащие синтетические ретиноиды, дополен или, например, бензиэлпероксид, то средства с азолаиновой кислотой можно с ними совмещать, но в разное время суток, естественно, после того, как вы проконсультируетесь с следующим врачом о целесообразности назначения такого комплекса. Также у нас в линейке Selective есть обновляющий флюид альфа-дерм, основным компонентом которого является миндальная кислота. Миндальная кислота имеет крупную величину молекулы, она не сильно отшелушивает, то есть не раздражает кожу, при этом она хорошо работает на мягкую стимуляцию, такую планомерную обновляющую функцию кожи и обладает антимикробным действием. Миндальная кислота будет в регулярном уходе, то есть, например, в ежевечернем или несколько раз в неделю применение, способствовать тому, что фолликулярный гиперкератоз будет становиться менее выраженным. Таким образом, мы будем воздействовать на одно из основных патогенетических, можно сказать, звеньев развития акне. И помимо миндальной кислоты в обновляющем флюиде есть, конечно, и другие ахокислоты. 5% миндальной кислоты, 5% комплекса из других ахокислот, среди которых и молочная, и гликолевая, и глюконовая, и винная, и лимонная, и яблочная. То есть, такой комплекс достаточно объемный по разнообразию кислот. Помимо всего прочего, здесь есть интенсивно увлажняющий компонент акваксил, здесь есть майя, которая выполняет здесь антиоксидантную функцию и немножечко дает такой лифтинг-эффект. Кроме того, мы можем использовать средства, которые имеют, например, кислый ПАЖ, слабокислый ПАЖ, потому что проблемная кожа, она зачастую имеет защелочный ПАЖ, щелочной, и средства со слабокислым ПАЖ будет восстанавливать, создавать условия оптимальные для существования нормальной микрофлоры и помогать коже избавляться от воспалений. Гель пектиновый, содержит цитрусовый пектин и может применяться круглогодично, он не обладает фотосенсибилизирующими свойствами. Его, как правило, тоже используют на ночь, и тоже прекрасный вариант для ухода за проблемной кожей. Более того, он еще и хорошо увлажняет, удерживает влагу, поэтому если проблемная кожа еще обезвожена, он даст и эту возможность. Кроме того, конечно же, у нас есть демотен. Демотен – это гель, который содержит серу в качестве противоуспалительного компонента, а также гиалуроновую кислоту для увлажнения и сок алоевера для того, чтобы обеспечить успокаивающий эффект. И вот эти вот два геля, их можно, например, комбинировать. Утром демотен, вечером гель пектиновый, как вариант. Можно комбинировать их и с более интенсивными средствами, но это вот такой набор, так сказать, оптимальный для интенсивного ухода и для того, чтобы, например, нивелировать какие-то побочные действия агрессивного лечения, которые назначаются при акне. При акне есть еще такая проблема, как нарушение нормальной микрофлоры, поэтому зачастую после назначения каких-то сильно действующих агрессивных препаратов кожи требуется восстановление, именно восстановление микробиома. Поэтому можно обратить внимание на средства, которые содержат про- и пребиотики. То есть пробиотики в случае косметики – это будут лизаты бактерии, в данном случае здесь бифидо- и лактобактерии в виде лизатов. И пребиотики – это фактически корм для этих бактерий, то есть это инулин, альфаглюкан и другие компоненты, которые будут создавать этим бактериям нормальные, хорошие условия для жизни. А когда у нас нормальной микрофлоры будет больше, то она будет вытеснять условно-патогенную микрофлору и таким образом регулировать количество патогенных микробов и улучшать состояние кожи. Также хорошим компонентом для проблемной кожи является неацинамид, поэтому зачастую чувствительная проблемная кожа очень хорошо отзывается на новинку из линеечки The EU компании Giltek – это натуральная косметика, здесь два хороших для проблемной кожи компонента в составе, это 3-процентный неацинамид и 2-процентный аскорбил, глюкозид, витамин С. И вот эту сыворотку тоже можно использовать как уходовый вариант при коже, склонной к воспалениям. В сегодняшнем видео мы подобрали средства интенсивного и селективного воздействия для кожи, склонной к воспалениям, для проблемной кожи, для кожи с акне. А такое состояние, как купероз или сосудистые проблемы, мы подробно разберем в следующем видео. Присоединяйтесь к нам на нашем канале, нажимайте колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе новых видео. Ставьте лайки, если видео вам было полезным, и пишите ваши вопросы в комментариях, с удовольствием на них ответим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!